Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. То есть опять увеличится некий спрос на валюту. Но также я опять же считаю, что скорее всего нефть дальше расти вряд ли будет. То есть она будет корректироваться, что также может привести к определенному снижению российского рубля. Также эксперт в июле-августе этого года ожидает роста доллара на 2-3 рубля. Экономика. Из федерального бюджета поступило 5,5 миллиардов рублей. Столько Кировская область получила с начала года. Поступление целевых средств в областной бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 124 миллиона рублей или на 5%. Основная часть целевых межбюджетных трансфертов предназначена на социальную политику. Это миллиард 250 миллионов. На поддержку сельского хозяйства чуть больше миллиарда. 132 миллиона пошли на здравоохранение. 100 на лесное хозяйство. 71 на ЖКХ. Экономика. На 101 ФМ. Производитель картона не выплачивал зарплату уволенным сотрудникам. Следователи извели уголовное дело по факту частичной невыплаты зарплаты ООО «Косинский картон». Деньги, по версии следствия, не получили люди, которые уволились с предприятия в конце прошлого года. За полгода после прекращения трудовых договоров они смогли получить менее половины причитающейся суммы. Таким образом, 38 работникам предприятия руководитель не выплатил более 500 тысяч рублей. Директор дает признательные показания. Проводятся следственные действия, в том числе направленные на обеспечение исполнения работодателям обязательств по соблюдению конституционного права работников на вознаграждение за труд. В завершении курсов валют рубль перед праздниками немного укрепился. Доллар сегодня стоит 64 рубля 71 копейку. Курс евро 73,19. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Ольга Белезина. Новости экономики в Кирове.